Обстановка вокруг Беларуси остается сложной и заставляет реагировать на ту ситуацию, которая складывается у наших границ. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания во Дворце независимости, куда были приглашены руководители силовых ведомств Совбеза и правительства. Вблизи наших рубежей наращивается военный потенциал НАТО, участились попытки провокации, одна из основных угроз – возможность проникновения диверсантов, нацеленных на дестабилизацию ситуации в нашей стране, проведение терактов. Не допустить этого задачу беларуских властей правительству и силовому блоку было поручено подготовить серьезные мероприятия на границе. Сегодня глава государства поинтересовался, как выполняются поставленные задачи и выслушал предложения по противодействию существующим угрозам. Совещание проходило под грифом «совершенно секретно» и длилось несколько часов без присутствия прессы и телекамер. С учетом тонкости и важности тематики это вполне ожидаемо, и все же по окончании некоторыми подробностями его участники поделились. Так, глава Госпогранкомитета Анатолий Лапо рассказал, что в целом обстановка на границе прогнозируемая и контролируемая. Однако, по необходимости, белорусская сторона формирует дополнительные маневренные группы и соответствующим образом оснащает их. Понимаете, граница – это живой организм, и обстановка на границе, которая зимний период и летний, она совсем другая. Если раньше зимой где-то участки непроходимы или трудно проходимы, то весной и летом они в нем так оголяются. Естественно, глава государства, глава команды интересуется, какие мы меры принимаем на тех участках угрожаемых. Сегодня на Полоцком направлении может быть спокойно, завтра обстановка. То есть, я должен говорить государству, какие техники мы получаем, что мы сделали. Как пример, мы в прошлом году одну манглубу сформировали в Мозырском отряде, это около 300 человек. Сейчас обстановка такова, что мы выдвинули формировать одну манглубу на Лицком направлении, вторую как резерву на Брестском направлении. Будет осень, может, там они не нужны, будем перебраться в новое направление. Мы работаем, я хочу завершить обстановку на границе, прогнозируем и контролируем. В свою очередь, председатель Комитета госбезопасности прогнозирует значительное увеличение скалации обстановки по периметру нашей страны. Мы прогнозируем непрекращающие попытки дестабилировать ситуацию внутри нашей страны. Это, прежде всего, центры за границей, которые планируют эту деятельность при поддержке непосредственных кураторов, в том числе и числа иностранных спецслужб. Планируется ряд таких серьезных акций на нашей территории. Спонсоры не дают возможности другого выхода для тех, кто уже попал в их зависимость. Спонсоры – это иностранные заинтересованные лица, как физические, так и спецслужбы и другие организации. Поэтому в этих условиях глава государства распорядился, чтобы мы доложили предложение по реагированию на эти все вызовы. Я, к слову сказать, должен подчеркнуть, что у нас идет эта тихая каждый день работа, и ее глава государства лично контролирует, знает все нюансы. В ближайшее время, я думаю, неделю-полторы мы покажем результаты этой работы. К сожалению, не все наши граждане еще, не все осознают ту опасность, которая складывается вокруг их, вокруг их семей. Поэтому мы на примере уже реальных материалов, реальных задержаний, работы контрразведки, работы подразделений по защите конституционного строя покажем эти примеры для того, чтобы наши люди понимали, с чем мы имеем дело. Кроме того, Иван Тертель рассказал журналистам, что в ближайшее время в стране примут ряд мер по ужесточению контрразведывательного режима, чтобы работать на упреждение и не допустить ситуации, подобных тем, что видим сегодня в соседних с Беларусью регионах.